Доброе утро всем, кто продолжает смотреть телеканал Россия. До конца первого месяца весны всего 10 дней, но весенней погоды мы пока не почувствовали. И, как утверждают специалисты Гидрометеоцентра, причина холодной погоды – арктический влажный воздух. По прогнозам, март будет развиваться по холодному ненастному сценарию. Синоптики не исключают набеги снежных фронтов со шквалистым ветром. Но не стоит забывать, что скоро придет апрель, и все мы ощутим по-настоящему весеннее тепло. А сейчас прогноз синоптиков. В Карачаево-Черкесии местами небольшой снег, ветер восточный и 5-10 метров в секунду. Порывы до 11-14. Температура ночи минус 7-12. В горах до 17 градусов мороза, а днем минус 2-3 и местами минус 4-9. Ночью и утром на дорогах гололедится. В Черкесске без существенных осадков. Ветер восточный и 5-10 метров в секунду. Порывы до 11-14. Температура ночи минус 8-10. Днем 1-3 выше нуля. Ночью и утром на дорогах гололедится. С приходом весны многие уже планируют поездки. И Ростуризм возобновил программу туристического кэшбэка с 15 марта. Продажи внутрироссийских туров с кэшбэком продлятся до 1 мая. Отправляться в поездки можно было сразу, прямо с 15 марта и до 1 июля. То есть до начала пика летнего сезона. Условия программы остаются прежними. В ней участвуют все регионы России. А поездки оплачиваются картами МИР, на которые автоматически в течение пяти дней возвращается 20% от стоимости поездки до 20 тысяч рублей. Количество поездок на одного человека в рамках программы также не ограничено. А с 31 марта начнутся продажи путевок в детские лагеря. Программа кэшбэка за детский отдых, впервые запущенная в Россию в 2021 году, будет возобновлена в текущем. По условиям программы возмещению подлежит 50% стоимости оплаченных путевок в детские лагеря. Вернуть можно также до 20 тысяч рублей. И кстати, на этой неделе Минтуризм, Карачаево-Черкесии и Аннекс.Туризм заключили соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились о принятии всех необходимых мер для реализации совместных задач по развитию туризма на территории Карачаева-Черкесии, созданию новых брендовых маршрутов и привлечению потоков российских и иностранных туристов в регион. Благодаря системе оснижения кататься на курорте Архыз можно до апреля. К тому же осадков в марте выпала достаточно и можно прокатиться весной по настоящему снежному накату. А сейчас переносимся в соседний курорт. В поселке Дамбай проходили съемки популярной телевизионной программы о традиции к их кухне народов Кавказа. Несколько лет назад творческий коллектив «Поедем, поедим» уже посещал нашу республику. И вот теперь в год столетия Карачаева-Черкесии и десятилетия проекта федерального канала прошли съемки, впечатлениями от которых поделился ведущий Федерико Арнальди. Слово нашему корреспонденту Артуру Мхце. Он владеет семью языками и утверждает, что выучил их благодаря живому общению. Глядя на коммуникабельность телеведущего проекта «Поедем, поедим» Федерико Арнальди и его радушия, в это охотно верится. А его знанию великого и могучего могли бы позавидовать иные коренные россияне. Ваша программа существует уже порядка 10 лет. Вы и ваш коллега неоднократно были во многих регионах. На ваш взгляд, Россия, в частности Карачаева-Черкесия, способна удовлетворить потребности внутреннего туризма. В нынешней довольно непростой ситуации. Ну, я думаю, вполне да. Я как раз и существую в этих условиях путешествовать по России. Конечно, мы из-за границы путешествия, но по России очень много куда. Столько народов, и малочисленных, и немалочисленных. Столько блюд, столько танцев, столько культур, разных традиций. Поэтому я пока, как итальянец, то есть человек, не из России, я каждый раз, каждую неделю открою для себя что-то новое. Я ощущаю, будто это всё бескончаемо. Можно бесконечно путешествовать по России и всё равно удивляться, удивляться, удивляться. В качестве лица программы Федерико в Карачаево-Черкесии в первый раз. Однако заметно, насколько ему приятно чувствовать себя здесь своим человеком. Участвовать в местных народных обычаях, танцевать под кавказские мелодии. Он тепло отзывается обо всех регионах, где ему довелось побывать. И уверен, что у туризма есть шанс стать объединяющим людей-фактором. Может ли туризм объединять людей из разных стран, разного вероисповедания? Ну, конечно, конечно, да, может, может. Например, опять, я как бы живой пример. Человек, который когда-то давно не знал ничего про то, как россиян настолько разнообразно. Потом начал изучать немножко и думал, что Россия – это вот какие-то у меня были стереотипичные картинки в голове про какая музыка, какие блюда. А потом я начал путешествовать, да. Тоже сначала как турист. Сегодня окей с телевидением, но сначала тоже как турист. И начал открывать для себя, что вот есть и Кавказ. И вообще понятие Кавказа уже подразумевает огромное количество разных народовых традиций. Съёмки этого выпуска программы проходили в посёлке Дамбай. Примерно через месяц Федерико планирует приехать в республику снова, уже в Архыз. Он уверен, что там его тоже ожидает немало интересных историй о культурных традициях разных народов нашего региона. Артур Мхце, Расул Бердиев, Вести Карачаева-Черкесия. В нашей республике стартовала реализация проекта под названием «Легенды и сказания Карачаева-Черкесии». Речь идёт о пяти художественных короткометражных игровых фильмах на языках народов республики. На что же в целом направлен этот проект? Кто сможет принять в нём участие и с чьей помощью он реализуется? На эти вопросы в эти минуты в нашей студии мои соведущие были Джозаевой. Ответят руководитель проекта Дарья Зинковская, а также автор и главный режиссёр проекта Мадзин Лайпанова. Они уже в нашей студии. Доброе утро. Я с удовольствием уступаю вам нашу утреннюю гостиную. Доброе утро всем. Доброе утро, Мадзина. Доброе утро, Дарья. Рада видеть вас у нас в гостях. Повод для нашей встречи очень хороший. В нашей республике стартовал проект, который называется «Легенды и сказания Карачаева-Черкесии». Я хочу узнать у вас, что это за проект. Доброе утро, Белла. Очень рада побывать. Я лично впервые в вашей студии. Я тоже. Очень понравилось. Да, вы знаете, с 1 марта стартовала реализация проекта «Легенды и сказания Карачаева-Черкесской республики». И мы рады, что теперь, благодаря поддержке фонда президентских грантов, мы с командой проекта и также с молодыми участниками, о которых, наверное, поговорим чуть позже, будем заниматься непосредственно съемкой короткометражных фильмов на национальных языках. И затем хотим дальше эти фильмы тиражировать уже в школы республики для изучения национальных языков. Дарья, скажи, пожалуйста, это короткометражные, игровые, художественные фильмы, правильно? Да. На пяти языках. Автор и главный режиссер этого проекта, моя коллега Мадина Лайпанова. Мадиночка, расскажи, ты тоже какое-то участие принимала, как это вообще все затевалось, о чем речь идет? Ну, идея вообще, на самом деле, родилась давно, ну, как-то вот посетила о том, что это было бы интересно и полезно, потому что, ну, у каждого народа есть какие-то сказки и легенды, да? Собственно, фольклор – это основа, одна из таких, один из столпов, скажем так, культуры, традиций любого народа. Вот. А именно оформить это в проект, ну, соответственно, идея пришла в том году. Как так получилось, мы с Дарьей уже сотрудничали заранее, мы, во-первых, знакомы очень давно, учились вместе, да, с детства. А потом так получилось, что я была приглашенным экспертом на некоторых проектах, которые реализовывала Дарья. И, собственно, вот когда пришла идея, у меня родилась, я вот Даша сказала, давай попробуем, она говорит, давай. И, собственно, вот так родился тандем. У меня была идея, которую я оформила, она мне подсказала, как это правильно все сделать, потому что у нее большой опыт, неоднократно уже становилась тоже победителем фонда президентских грантов в том числе. Вот. И, собственно, взяли, написали проект, подали заявку и ждали результата. И вот результат пришел, да, сказали. Ну, вы уже знаете, какие это будут фильмы? Вы уже отобрали же их? Вы же их сделали уже? Нет. Там есть определенный план в проекте заложенный. Готовые сценарии, они будут до конца мая. Съемка фильмов будет летом. И, соответственно, уже презентация и показ – это осень, ну, ближе к празднику. Магиночка, а какие это будут фильмы? Вам их предоставят или вы их сами будете выбирать? Нет, мы сами, каким образом, объясню, вот как это все строится. Значит, по проекту у нас есть главный режиссер, главный сценарист проекта. Это Артур Кинчафф, он очень тоже знаменитый, скажем так, писатель, поэт. Это у него тоже большой опыт написания сценариев. Значит, будут отобраны пять легенд, соответственно, сценаристам главным. И сценарная группа, которую мы наберем из молодежи, в том числе 10 человек, они вместе под руководством Артура напишут пять сценарий до конца мая. А это будут совершенно новые сценарии? Абсолютно новые. То есть с нуля, да, в рамках проекта «Легенда и сказания» в основе каждого сценария будет лежать какая-то легенда, связанная с определенным народом. Ну, допустим, карачаевская сказка или там черкесская легенда. То есть для каждого сценария будет, ну, как бы, своя основа, которую напишут сценаристы под руководством. Ну, а где взять этих сценаристов? Самый главный вопрос – кто может участвовать? Кто эти ребята? Кто эти люди, которые могут написать легенду? Вот так как как раз-таки это является социальным проектом, он параллельно направлен на то, чтобы как можно больше молодежи вовлечь в реализацию проекта. Первый этап реализации проекта – это презентация его в вузах Карачаевской Республики для того, чтобы больше студенческой молодежи узнало. Также есть вот благодаря вашей передаче, есть другие передачи, в которых мы рассказываем об этой инициативе. И любой желающий, кто хочет принять участие, во-первых, как актер, кто хочет проявить себя непосредственно на этой стезе, или хочет проявить себя как сценарист. То есть они могут подать заявки, у нас есть социальные сети, да, то есть Инстаграм. Также можно найти членов команды в социальных сетях, написать, изъявить желание. И мы будем отбирать не менее 40 молодых актеров и не менее 10 сценаристов, которые также будут проходить небольшое обучение, мастер-классы, и потом сниматься в этих фильмах. И также помогать главному сценаристу создавать непосредственно сценарии этих. Хотелось бы дополнить, смотрите, они не будут придумывать легенды. Вот тут очень важно, да, уже существуют сказки народные там и так далее, да, на основе которых они будут адаптированы в сценарий. То есть не будет так, что придумают новую легенду. Нет, это будет в основу взято уже существующее ранее, да. С нами наш проект получил поддержку Министерства образования, Министерства культуры, по делам национальности, ну, то есть таких ведомств, которые, соответственно, имеют непосредственное отношение к этому, да. И в том числе в рамках проекта предусмотрено сотрудничество с Институтом гуманитарных исследований при правительстве Карачао-Черкесии. Там есть отдел фольклора, который занимается именно изучением сказок и вот таких вот легенд народов Карачао-Черкесии. И они также помогут нам с переводом сценариев. Вот это очень важный момент, чтобы... Хотелось бы, чтобы и люди знали, да, о том, что переводить будут не просто там... Профессионалы. Да, там кто-то, кто знает язык, да, не просто носители, а это будут делать ученые. То есть вот, чтобы не было разногласий, это будут литературные языки, ну, вот литературный карачаевский, там, литературный абазинский, то есть не будет разночтений. Ты сейчас уже говоришь о том, кто вам будет помогать, да, в реализации? Да, 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 вот, ну, как бы хотелось бы подчеркнуть, да. А так помогать много кто будет, но я именно вот про перевод. Ну, вот если говорить про молодежь, вот есть потенциал, вы уже знаете, ну, какие-то заявки, какие-то претензии, какие-то есть уже претенденты люди. Ну, вот у нас пока на данный момент состоялась только одна встреча в вузах Карачаевской республики, помимо этого будет не менее еще трех, да, и мы хотим вначале, в первую очередь, как можно больше молодежи проинформировать об этом и потом уже из тех имеющихся заявок уже отбирать. Дарья, ну, это же не только вузы должно быть, очень много же талантливой молодежи. Хотелось бы дополнить, что у нас также предусмотрена встреча информационная с выпускниками киношколы «Киностарт», которая вот у нас в школе, в республике была, да, и там есть актеры, которые уже прошли обучение, это молодые люди точно так же, и которые даже участвовали в съемках некоторых короткометражных фильмов, то есть они в том числе будут, ну, как бы оповещены и будут подавать свои заявки. А так интерес уже появился у некоторых отдельных людей пока что, а хотелось бы, чтобы все-таки у организаций целых, наверное, но тем не менее мы ждем заявок, как бы, ну, кто-то уже проявляет интерес, спрашивает, что для этого нужно. Я думаю, что это будет очень интересно, и вот не хотелось бы быть такой пафосной, но все-таки вот в целом на что направлен этот проект, глобальная цель какая? Ну, а этот проект несет под собой несколько целей, да, во-первых, мы говорили, вовлечение молодежи, а помимо этого также создание фильмов, чтобы не только жители Карачао-Черкесской республики любили природу наших мест, да, любили тот же Архиз, Дамбай, Текаду, знаменитые наши туристические места, да, ну и как можно больше жителей нашей страны из других регионов тоже, благодаря, возможно, еще нашим короткометражных фильмам, тоже увидели эту красоту. И помимо этого, конечно, когда мы писали этот социальный проект, мы указывали, что цель – это популяризация изучения национальных языков посредством создания вот такого нового инновационного медиапроекта, медиаконтента, чтобы школьники не только изучали в рамках непосредственно образовательной программы «Родные языки», но и помимо этого, да, как дополнительно имели интересные подходы, да, то есть чтобы им интересно было посмотреть, поэтому в рамках проекта также включается непосредственно план реализации в конце, даже, можно так сказать, олимпиада, да, то есть викторина по этим фильмам. То есть школьники будут проходить викторину, и победители, конечно, получат призы, да, то есть опять же на основе непосредственно сценариев, легендов и съемки этого фильма. Еще хотелось бы дополнить, по проекту предусмотрен показ премьерных этих фильмов благодаря поддержке Министерства культуры в девяти районах минимум состоятся данные показы, то есть жители республики смогут это увидеть. И еще такой момент, вот Даша сказала о том, что вся Россия сможет посмотреть, ну вот кому интересно, да, фильмы будут на национальном языке, но при этом субтитры будут как на национальном языке, так и на русском. Вот это очень важно, что человек, допустим, не владеющий определенным языком, он сможет посмотреть, ну и понять, о чем эта сказка. Вот это как бы, да, атака, конечно, популяризация изучения национальных языков, потому что мы проводили, кстати, исследования, брали не только исследования уже существующие, но и сами тоже проводили соцопросы, и у нас там очень многие люди говорили о том, что им бы было интересно изучать родной язык посредством фильмов и сказок. Вы уже знаете места, где будут сниматься эти фильмы? Проектом предусмотрена съемка в пяти районах республики, и включая Дамбайр-Хыз, потому что наши самые... Городкометражки по сколько минут? 15 минут. Сказка на 15 минут, грубо говоря, так. Ну, конечно, это не то, что именно ровно 15 и не секундой больше или меньше, но ориентировочно, да. Ну, не час, это не полнометражный фильм, но если сложить общий хронометраж, то это вполне как полнометражный фильм. И можно не отрываясь смотреть, за 15 минут человек не устанет, мне кажется. Это будет интересно. Будем надеяться. Наша задача сделать так, чтобы не только не устал, но еще много-много раз посмотрел. Я верю, что так и будет, девчонки. Я благодарю вас за то, что вы нашли время, пришли к нам в гости. Конечно, я желаю вам удачи в вашем деле. Спасибо большое. Надеюсь, что вы потом их тоже посмотрите. Обязательно. Спасибо. Спасибо. А сейчас время постоянной рубрики «Афиша». Наш обозреватель Альбина Курачинова-Кенжева расскажет, куда сходить и что посмотреть. Ей слово. Доброе утро, дорогие телезрители. Как ваше настроение? И вот какой подбор мероприятий и кинофильмов я подготовила для вас сегодня. В библиотеке для незрячих и слабовидящих проходит выставка «Ах, это удивительная кжель». Особенностью кжельской росписи является использование трех основных цветов – белого, составляющего фон изделия, синего и голубого, которыми выполняется сам рисунок. А в картинной галерее Черкеска открылась выставка «Кавказ. Пленэр. Друзья». Проект направлен на творческое сотрудничество художников разных национальностей, призван демонстрировать традиции и богатую природу региона. И о кино. Любителей пранков порадует комедия «Доктор Свисток». Арсен из Приморского догомыса с детства мечтал стать пластическим хирургом. Его мечта почти сбылась. Он устроился в московскую клинику пластической хирургии администратором. У Арсена нет медицинского образования, зато прекрасно получается зарабатывать, выдавая китайские импланты за швейцарские или продавая пациенткам место в очереди. А те, кто любит ужастики, смогут посмотреть на большом экране триллер «Флирт с дьяволом». Богатый и разведенный Крис влюбляется в таинственную женщину по имени Скай. Вскоре после этого он, его бывшая жена и их ребенок оказываются в ловушке. Им предстоит отчаянная борьба за выживание. Французская комедия «Шимпанзе под прикрытием». В мире шпионажа некоторые миссии требуют уникальных агентов, обладающих не только храбростью, но и способностью растопить самое злое сердце. Это работа для «Шимпанзе под прикрытием». Ну а что будет дальше, смотрите в кино. Желаю приятного просмотра и отличного настроения. Всего доброго. Далее телевизионный эфир на телеканале «Россия» продолжает программа о самом главном. А в 14.30 смотрите «Вести» Карачаева-Черкесия с Аллой Динаевой. Всем удачной рабочей недели, хорошего дня и встретимся завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова